Уважаемые коллеги, рад приветствовать вас на данном мероприятии. Подходит к концу календарный год и сейчас можно подвести предварительные его итоги. Подводя итоги, можно сказать, что агропромышленный комплекс области развивается по производственным показателям с положительной динамикой. За 10 месяцев мы наблюдаем рост в производстве сельхозпродукции и ее переработки. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, производство сельхозпродукции выросло на 5%, в пищевой промышленности на 11%. В текущем году удалось очередной раз добиться успехов в отрасли растеневодства. Собран большой урожай, я хочу сказать рекордный урожай, 15,3 миллиона тонн зерновых культур, около 2 миллионов масличных культур, 200 тысяч овощей, более 200 тысяч картофеля, 800 тысяч тонн сахарной свеклы, значит, в животноводстве по всем позициям есть рост, рост мяса в живом весе на 21%, яйцо на 22%, молоко на уровне прошлого года. Что касается экспорта, вырос экспорт сельхозпродукции, сельхозпродукции экспортирована 16 миллионов тонн на 6 миллиардов долларов США, это плюс 9% к прошлому году. Основным драйвером экспорта является масложировая промышленность. Что касается поддержки, на поддержку отрасли в текущем году было предусмотрено 5,3 миллиарда рублей, доведено на 13 декабря 4,3 миллиарда рублей, в настоящее время средства поступают, поступать к заявителям, наблюдается рост заработной платы по 9 месяцев текущего года, к аналогичному периоду рост 121% и составляет средняя заработная плата 40 тысяч рублей. По итогам года мы ожидаем положительных итогов деятельности агропромышленного комплекса. Несмотря на все трудности, санкционное давление, продолжают реализовываться инвестиционные проекты. Сегодня на контроле Минсельхоза находится 33 проекта, объем инвестиций более 132 миллиарда рублей. До конца текущего года завершается реализация семи инвестиционных проектов почти на 3 миллиарда рублей. Хочется отметить, что в текущем году введено 2000 гектар орошаемых земель и уже отобраны проекты и выделено финансирование на следующий год на 4500 гектар орошаемых земель. Что касается перспектив в растеневодстве, осенью заложен неплохой фундамент. Мы сохранили площади под озимными культурами, посеяно 2 миллиона 900 тысяч гектар озимых культур. Это оперативная информация, всегда по статистике цифра всплывает больше, чем оперативная информация. Впервые в современной России мы приобрели, вы приобрели за год более 1 миллиона тонн в физическом весе минеральных удобрений. Это на 7% выше показателя прошлого года. Что касается обновления машин тракторного парка, в текущем году приобретено 792 единицы тракторов, 382 единицы комбайнов, 2430 единиц другой техники. Это на 25% ниже уровня прошлого года. Вместе с тем приобретаются трактора более энергонасыщенные. И учитывая то, что за последние 5 лет Ростовская область была лидером в приобретении техники среди всех регионов, за 5 лет было приобретено более полутора тысяч комбайнов, около трех тысяч тракторов. Это позволило на 11% обновить машино-тракторный парк. Если брать энергетические мощности, то на 100 гектар посевной площади сейчас мы имеем 196 лошадиных сил. Это на 4% больше, чем в 2021 году. Что касается перспектив на следующий год, то уровень поддержки сохраняется. Будет направлено 5,3 миллиарда рублей. Приоритетными направлениями по-прежнему остается техническая модернизация. 518 миллионов рублей. Это будет субсидироваться в 2021, 2022, 2023 год приобретения техники. Остается строка по поддержке на внесение минеральных удобрений. Это что касается фосфор, содержащих удобрения. Также остается поддержка животноводства, привлечение кормов, комбикормов, поддержка молочного животноводства. Продолжится поддержка производителей зерновых культур. В текущем году на эти цели на Ростовскую область было выделено более 1 миллиарда рублей. На следующий год пока строка в бюджете составляет 596 миллионов рублей. По итогам года может эта цифра меняться. Из нововведений на следующий год выделяется отдельная программа по поддержке овощей и картофеля. Объем финансирования 202 миллиона рублей. Будет субсидироваться как и производство на тонну произведенной реализованной продукции, так и на 1 гектар посевных площадей. Также выделяются гранты научным учреждениям, нашим научным аграрным центрам, производство мяса мелкорогатого скота. В целом, еще раз подчеркиваю, уровень поддержки сохраняется и политика Минсельхоза будет направлена на обеспечение стабильности производства. В целом, такая ситуация. Спасибо. Если есть вопросы, я готов ответить. Друзья, у нас есть микрофон в зале, можно задавать вопросы. Пока вопросов нет, я спрошу ее, Амирия, скажите, пожалуйста, будет ли зависеть господвижка от страхования? Да, да, да. Обращаю внимание, что зерновая поддержка, которая будет в следующем году, будут вводиться коэффициенты, если застрахованные площади коэффициент 1 и застрахованные площади коэффициент 0,7. Есть вопросы? Продолжение следует... Мы получили субсидию 560 миллионов, да? Да, мы получили... Какую субсидию мы должны были получить? Сколько от оружия на зерна? Значит, я вам скажу, документов сдали на 2 миллиарда 500 миллионов. Значит, те, кто, вот я вам дельту, которая недополучена, которая недополучена, Минсельхоз обещает, обещает в начале следующего года. Спасибо за ответ. Ну, ставка будет не 2000 рублей. Со ставкой они будут определяться. Будет меньше, да? Я не знаю, меньше или... Все будет зависеть от уровня цен в следующем году. У многих был вопрос, что нужно, чтобы получить субсидию на зерно. Ведь Ростовская область не имеет определенные гитареи. Можете это сказать? Что нужно? Так, значит, я еще раз говорю. Было... В этом году было... Объясняю. Было... В этом году было два транша. Первый транш был 517 миллионов. Ставка была 200 рублей. 200 рублей. Получали все, кто сдал документы. Все сдали. Даже нам... Мы не могли освоить эти деньги. Искали людей, чтобы уже просили, чтобы они сдавали документы. Документы, понятно, сумма 200 рублей, это не та, которая... За которой люди прям пойдут. Вторая... Вторая... Второй транш был из резервного фонда. Из резервного фонда. И поставки 2000 рублей. Получали ее те, кто занимается молочным скотоводством и мясным скотоводством. В порядке поступления документов. Что? Ну, сегодня 10... Реестр 10 сельхозполучателей. До 20-го надо эти деньги отдать. А на следующий вопрос, когда это зерно не найдет, а на то, что какие-то... А на то, что какие-то... А на то, что какие-то... Ну, обещают, что это будет менять постановление, что войдет и это зерно. С 1 августа, что это заявляет? Реализация с 1 августа. Реализация с 1 августа. И обязательно зерно должно быть проведено через ГИС зерно. Вот по нашим оценкам ассоциации, значит, когда мы говорим о затратах, то это лишь одна девятая часть от того, что инвестировано в сельскохозяйственный бизнес. То есть, когда вы называете цифру 50% ретабельности, фактически мы имеем в данном случае 5% ретабельности, наложенный капитал в этот бизнес. Это очень важно, мы как ассоциация видим, что все данные собираются и с управлением сельскохозяйственного хозяйства, и подается у нас полный анализ министерства. И там как раз таки речь идет о показателе ретабельности затрат. Но по всем оценкам, если, условно говоря, предприятие обрабатывает, допустим, 2000 гектар, затрат делает 100 миллионов, то у него капитал вложенного, стоимость земли, стоимость основных средств, стоимость техники, плюс оборотный капитал, где-то в районе миллиардов. То есть, получается, если мы считаем, если показатель ретабельности оценивает то, что должны, условно говоря, стимул инвестора, вкладывать деньги в эту отрасль, то в данном случае, когда вы говорите, приводит показатель ретабельности затрат 50%, для инвестора это 5%. И это очень важно. Мы должны, ну, не всех людей, не войти в заблуждение на нашей ретабельности, она не такая у нас. То есть наложенный капитал у нас ретабельность на порядок ниже. И очень важно перейти к этому показателю, чтобы и правительство понимало это, и окружающие нас понимали это. А иначе получается, что когда мы говорим, что цены низкие, а нам в ответ говорят, ребята, вкладывая ретабельность 80-100% на стене лодки. Естественно, это просто разные цифры инвестора. И вот очень важно, чтобы мы как-то и производители, и государственные органы договорились о применении показателя, который отражает действительность. Это показатель ретабельности капитала, а не затрат. Спасибо. Спасибо.